Саша Челсианец. Узнаешь свои липки? Это они. Под татарской агротехникой. Мой Версаль трехъярусный. Ты посмотри, как я все делаю. Смотри, Саша, они достойно, достойно руки попали. Поливчик. И такая кора. И сякая кора. И поливчик у них вот такой. Все вот на таких. Смотри. Вот. И так. И сяк. И агротехнику они получают. И все они получают. И вот так они нарастают. Саш, ну, хочу сказать, достойно руки попали. Попали они. Видишь, как все круто. В общем, у меня всегда все круто получается. Потому что я все делаю со страстью. Залог успеха в страсти. В том деле, которым занимаешься. Смотри. Круто. Друзья, меня зовут Бушуев Вячеслав. Я помню, когда я много работал по госконтрактам, приходилось иногда, ну, не иногда, а практически всегда презентовать свои проекты перед чиновниками. И я все время начинал свою фразу так. Добрый день. Меня зовут Бушуев Вячеслав. Я являюсь владельцем и генеральным директором ландшафтной компании Косити. Мы специализируемся на крупномерном озеленении. Слава богу, я так больше не говорю. Я сейчас говорю так. Здравствуйте. Меня зовут Бушуев Вячеслав. Я являюсь мастером садово-паркового искусства. Сегодня я хочу вам рассказать. Сегодня вы посмотрите ролик. Это об нашем уникальном проекте о шпалере из липоевропейской полида. То есть, как зародился этот проект в 2018 году, какую решали мы задачу, как вообще спроектировали все это хозяйство, как мы реализовали проект, какие мы результаты получили. Вот. И, в общем-то, будет очень интересно. А сегодня мы пишем в таком уникальном месте. Я даже рад, что мы сюда приехали. Это коттеджный поселок закрытого типа. Вернее, открытого типа. Здесь заборов нету. Скаут-хаус. Вот. Мне здесь, кстати, очень приятно. Прям хорошо. Даже уже ничего писать для вас неохота, а просто сидеть, болтать с пацанами и пить пуэрчик. Так что, друзья, поехали. Друзья, разгружаем фуру. Вот наша фура пришла. Наши липы. Сотый ком. Ком диаметром 100 сантиметров. Один метр. Вот сейчас мы все это перегружаем на манипулятор. И дальше будем транспортировать уже клиенту. Вот, на объект. Вот так вот у нас процесс происходит. Сейчас у нас последний вот липы. Мы перемещаем уже с фуры на манипулятор и перемещаем уже клиенту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы посадили крупномерные липы и краны. И следующий большой этап работы – это у нас организация капельного полива. Этот полив еще называют «как в питомнике». Вот так у нас организовано 8-литровые капельницы. В общей сложности здесь сейчас находится 24 литра в час. Мы будем их проливать, 40 литров им давать. Полив мы будем не останавливать до глубокой зимы, для того, чтобы у нас все растения, все деревья ушли пролитыми. Вот так это выглядит. Потом у нас начнутся сервисные работы уже по кому. То есть будем все вот эту мешковину вырезать, сеточку отрезать. Ну, все это полностью. Вот так все это сейчас у нас организовано. Так, с чего начинается проект? Проект начинается с того, чтобы не ошибиться в партнере. В партнере – это я имею в виду в поставщике растений. Значит, когда я был в Японии в поездке, в которой, к слову, мы об этом поговорим еще, перевернуло всю мою жизнь, я познакомился с товарищем Сашей. Зовут его Александр Камолов. И на тот момент, когда мы начали уже запроектировать нашу шпалеру, вернее, живую изгородь из шпалеры, у Саши была компания, садовый центр Chelsea Garden. У Саши были эти шпалеры. На самом деле, вот это все и родилось. Это просто было стечение обстоятельств. Они были во всей России только у него. Их вообще нигде не было, этих шпалер. То есть именно тех размеров, которые были мне нужны. Ну и все. И Сашей Обчириков все и обговорив, Саша мне осуществил отправку шпалер в количестве 7 штук. Наша липа, экраны, липа паледа хорошо перенесла зиму. Ну, надо заметить, что зима была не суровой. И скоро у нас начнутся сервисные работы по данным липам. Вот такие они веточки. Вот. Да, вот здесь они даже упираются друг в друга. И она неровно находится. Мы все это сделаем. То есть обрежем, чтобы они хорошо смотрелись. Здесь вон разлом. Здесь идет разлом. Бамбук закуплен. Эластичные завязки едут от Kadama Tools. И скоро мы начнем наши работы. Итак, друзья. Что же у нас повлияло на хорошую зимовку наших лип шпалер? А на самом деле банальщина. Мы просто соблюдаем всю четко агротехнику, которую прописал доктор. А именно. Первая. А. Большая ошибка. Я ее, кстати, тоже эти ошибки совершал много раз. Это не дополитые растения осенью. То есть мы эти шпалеры в прошлом году лили до заморозков. То есть фактически мы остановили полив в начале ноября. То есть мы педантично поливали, поливали, несмотря на дождь, осуществляли полив. Это очень важно. По той причине, что есть такой процесс. Я его, кстати, замечал на городских проектах, на городских растениях, деревьях. Это недолитые растения. В следующем году весной себя плохо чувствовали, а были даже и выпады. Это первое. И второе. Мы провели отличную обработку медсодержащим препаратом Абикопик по концентрации 1,5%. Это искореняющая обработка позднее осеннее. Вот. И по сути дела, вот эти две вещи, они являются основополагающими для того, чтобы растение ушло. Мы отправили его в зиму. И третий момент. Это защитные мероприятия по штамбу. То есть мы использовали классические методы укрытия штамбов. Это тростниковые маты. И, собственно говоря, мы от яркого солнца февральского защитили штамб. Мы провели обработки искореняющие. Мы долили, пролили полностью все растения. И у нас наши шпалеры классно и круто стартанули в зиму. И, собственно говоря, они очень отлично у нас из зимы и вышли. Сегодня начались у нас сервисные работы по липам. Экраны. Липа полида это. Вот. Сегодня мы перевязываем весь бамбук. Вот у нас вот с таким бамбуком поступили липы. Вот они. Сейчас мы полностью все перевязываем. Весь бамбук мы меняем на новый абсолютно. Вот такой бамбук. Ну вот еще раз прикладываю наш бамбук. Вот так вот он идет. О! Вот который закуплен. Вот так со стороны. Это вот, который я купил. И, значит, вот сейчас мы полностью все наши шпалеры освободили от бамбука. Полностью все развязали. Все сняли. Сегодня у нас март месяц. Начало марта. Сегодня у нас вот такие начались сервисные работы. Будет наложен полностью новый бамбук. По горизонтали. Потом по вертикали. И дальше мы займемся уже обрезочкой. У нас обрезки будут подвергнуты вот эти расстояния между шпалерами. Вот, то есть здесь будет такая, буквально оставлено вот такое расстояние между ними для того, чтобы хороший микроклимат был у нас и между шпалерами. Вот используем вот такой бамбук. И вот у нас эластичные завязочки. Вот такие используем. Вот они. Коготь. Да, вот у нас такие специальные. Это когтем. Все это у нас отрывается. Вот такие эластичные. Это пятерки. И это у нас, это, наверное, трешка, да? А, да, три с половиной. Ну все. Вот такие работы мы начали. Значит, профессиональная работа с растениями подразумевает под собой и использование профессиональных материалов. В данном случае, что я имею в виду, при работе со шпалером мы использовали вот такой профессиональный бамбук. Это первое. Второе. Это эластичные завязки. Это голландские завязки. Они отличаются тем, что они очень хорошо тянутся, но не рвутся. И это вот такой коготь. Коготь орла. Я его называю. Очень удобно работать. Повышает производительность, повышает эргономичность. Это одеваем на палец. Соответственно, он не болтается, когда мы работаем в перчатке. Они, кстати, тоже продаются в этом же интернет-магазине Кадама Тулс разных размеров. То есть можно под свой палец подобрать. Очень удобно. Вы работаете. И для того, чтобы вам просто отрезать эластичку, делайте вот так. Оп. Все. Итак, наши сервисные работы по липам продолжаются. Уже сделан каркас из бамбука. Это первое. Второе. Сделаны все работы по прореживанию кроны. Третье разобрались полностью с верхом. То есть у нас там присутствуют и поларды. И плюс мы срезали на кольцо все веточки на верхнем ярусе через одну. Для того, чтобы у нас верхняя часть не опережала среднюю и нижнюю часть. И не вытягивала на себя все соки. В силу опекального доминирования и в силу того, что верх всегда нарастает намного мощнее, чем периферия и средняя, нижняя часть, мы из верхних формируем вот такие поларды. Вот они. Вот такие полардинги. Кулаковый стиль. А на каждой веточке мы ее еще прорежем. То есть у нас идет обрезка через одну. И вот таким образом у нас значительно освежается крона. Вот она сейчас представляет из себя такое. А вот, пожалуйста, лес. То, что еще не отработано. И сейчас у нас работы следующие по экрану такие. Значит, первое. Сейчас у нас все вот эти веточки. Вот эти дни внутри кроны. Мы их укоротим. Вот полностью. Педантично отработаем все шпалеры. И все веточки будут укорочены до размера 3-5 сантиметров. То есть процедура такая, что определяются две почки. И делается срез над второй почкой. Двух почек более чем достаточно нам на этот год. Вот. И вот, например, эта шпалера сейчас у нас обработана. Она полностью сделана. Мастером Игорем. А вот эта шпалера у нас сейчас в процессе. Это первая процедура. Вторая процедура. Мы начнем сейчас все веточки горизонтальные уже привязывать вот к этой вертикальной, к вертикальному бамбуку. И третья процедура. Сейчас мы после вот этих двух манипуляций начнем удалять уже лишние ветки горизонтальные, которые у нас значительно загущают крону. Это раз. Второе. Они полностью не вписываются в нашу математическую схему красоты. То есть нам нужна, чтобы была геометрия, а лишние веточки на некоторых шпалерах этой геометрии мешают. Например, вот этот экземпляр. Поэтому наши работы двигаются, продолжаются. Сервисные работы по шпалерам завершены. Произведена обрезка, произведена замена бамбука, произведена формирующая обрезка на полардинг на верху шпалеры. Все горизонтали выровнены, все подвязано эластичными завязочками. Сейчас шпалера имеет вот такой вид. Это уже все полностью шпалеры готовы к весеннему распусканию почек. Вот так вот мы ждем результаты хорошие в этом году. Уже по приросту, по заполняемости шпалеры. И у нас посадка была осенью 2019 года. Сейчас у нас весна 2020 год. Нагребли снега для того, чтобы это было естественное промачивание почвы. Вот так. Это у нас так называемый полив. Будет, чтобы сразу было, пока автополив не запустится. Вот, растает. И вот сейчас мы имеем вот такие результаты. Все у нас шпалеры выровнены и имеют четкие, хорошие горизонтали. Обрезка! Мать ее, обрезка! Обрезка! Обрезка это вообще сложно. Профессионально, технично. К обрезке надо, мне кажется, прийти. Вот я к обрезке пришел через Пуэр. И через Кадамыча. И через Японию. Многие до нее никогда и не дойдут, да? Но обрезка, обрезка. Короче, вообще, что несет обрезка? Это и стимуляция ростовых процессов, это и повышение микроклимата внутри кроны. И обладеть навыком квалифицированной обрезки. Это крайне необходимая задача, если вы хотите профессионально заниматься с растениями. Всем привет! Меня зовут Алиса, и я владелец интернет-магазина KadamaTools.ru. Мы занимаемся поставкой профессионального садового инструмента из Японии. Вячеслав сотрудничает с нами пятый год. В своей работе он использует только наш инструмент. За это время он стал нашим амбассадором. Вячеслав специалист широкого профиля. И нам очень приятно, что профессионал такого высокого уровня работает с нами. Вячеслав занимается посадкой крупномеров, формированием живой изгороди, обслуживанием шпалер. У него большой опыт, с которым он поделится с вами в этом видео. Нам очень приятно следить за его успехами в работе и желаем ему карьерного и профессионального роста. Друзья, сегодня 14 апреля. Сегодня у нас были, наверное, последние ночные возвращающиеся морозы. Было минус 4-5 градусов. Сегодня мы начинаем подготовку почвы под посадку. Здесь у нас будет двухъярусная живая изгородь, подбивка к основной живой изгороди из шпалеры. А мы ждем начала роста, начала нового сезона. Когда почки тронутся в рост. И вот наши шпалерки готовы. Все работы мы провели уже весной. Все обрезано, все переподвязано. Сейчас будем работать с этой почвой. Будет сделана планировка, земельная работа. Тут машина уже с пустами выехала. И у нас будет снова здесь работа. И будет в этом сезоне уже итоговый вид. Все будут посадки по концепции осуществлены. Здесь у нас тоже планируется посадка. Здесь у нас будет тоже боярышек сливолистный. Всю длину здесь мы выкопали. Все кизильники были, гортензии. Вот видите, здесь значит, ральф у нас рос кизильный, блестящий. Мы его выкупали, упаковали, корневую систему, все. И также рос, росли гортензии. Здесь будет идти второй ярус. Это боярышек сливолистный, который мы опять зарежем на метр шестьдесят. И третий ярус, это у нас две кизильных, блестящих, которые мы просто выкопали в этой территории. И вот такая будет трехъярусная живая изгородь. И сначала у нас идет европейская паледа, сорт на шпалере. Потом боярышек сливолистный, а потом уже кизильник блестящий. А, здесь капельный палит тоже на эту территорию уже полностью весь смонтирован. Вот мы его пока временно убрали. И здесь тоже все будет под каплей. Так, подготовка почвы. Одно из якорных мероприятий, на которые надо обязательно обращать внимание. Например, под посадку шпалеры мы почву готовили за полгода. Это первое. Второе. Капельный полив. Капельный полив. Я фанат капельного полива. Такой же я фанат, как приствольных кругов у деревьев. Так же и капельного полива. Поэтому обращайте на это внимание, по той причине, что как только вы растение установили в посадочную яму, посадка закончена тогда, когда сразу начался полив. Если полива не начался, это не посадка. Это вы просто воткнули, как я называю, растение туда. У нас второй день земельных работ, подготовка к посадке живой изгороди из Боярышника Сливолисного. И сегодня у нас работы, это подготовка посадочных ям. То есть сначала с помощью палочек мы сделали разметку посадки. Здесь у нас схема посадки будет метр через метр. Посадка кустов. И вот полностью сейчас определены все палочки. То есть все, разметка посадки определена. Сюда у нас смещается по периметру. Вот так. И вот так живая изгородь 40 штук. И с той стороны забора мы оставили технический проход для того, чтобы можно было проходить для обслуживания и живой изгороди из Боярышника Сливолисного. И также шпалер из липы полида. Вот у нас такая финишная подготовка. То есть территория вся выровнена была еще вчера. Вот все подготовлено. И разметочка у нас нанесена. И сейчас уже под стандарты КОМа, которые нам прислал питомник Ярус, мы готовим посадочные ямы. И водитель фуры уже позвонил. Буквально через час у нас приедет посадочный материал. И мы начнем осуществлять посадку. Друзья, у нас прибыл посадочный материал из питомника Ярус, Липецкая область. И вот сейчас как раз ребята начинают разгрузку. Сегодня мы высадим 40 штук Боярышник Сливолисный. Вот такая у нас пришла. Все. И вот сейчас у нас ребята уже отгружают КОМа тяжеленькие, потому что их питомник пролил перед отгрузкой. И вот таким образом у нас происходит уже доставка до мест посадки. И вот мы используем вот такие крюки для разгрузки. Вот они. Значит, мы создаем второй год живую изгородь трехъярусную. То есть в прошлом году мы посадили из самого центра Челсинка, чтобы был сорт Пальда, в Палерию. Потом мы сделали в прошлом году подготовку к земле. То есть была произведена мультивация к земле. Был завезен чернозем. Вот в этом году мы завершили земельные работы. Это работа по планировке этой территории. И вот как раз сейчас вы можете наблюдать, и процесс происходит посадки второго яруса нашей живой изгороди. Для второго яруса я использовал боярышник сливолисный. Вот такой. Это из питомника ярус. Он прибыл к нам в высоту. Я взял максимальную в их питомнике. Это 2-2,5 метра. И вот сейчас у нас как раз происходит процесс посадки. То есть шаг посадки мы взяли 1 метр. Это первое. И второе. Все вымерено строго по математике. Здесь у нас как раз мы скрываем и люк, который всегда некрасив. Мы закрываем вот этот страшненький забор зеленью. Значит, были разработаны вот такие тактические мероприятия. Я вам покажу немножко. Значит, у нас это забор, как показано на схеме. Дальше расстояние от забора у нас до липы, до ствола, это 70 сантиметров. Дальше у нас идет технологический проход 120 сантиметров. И дальше у нас идет 100 сантиметров. То есть 1 метр это площадь, которая уходит под боярышник. То есть у нас центр посадка. И получается у нас еще от центра до технологического прохода 50 сантиметров. То есть фактически у нас получается от липы шпалера до самого боярышника, от ствола до ствола, это у нас метр 70. Все. Вот это технологический проход мастера топиарного искусства. То есть это, как я говорил, создано для того, чтобы обслуживать и шпалеры, и боярышник сливолистой. И естественно мы у нас с комом земли, все пришли кусты. Мы верхнюю часть, вот так по периметру, мы всю сетку снимаем, ну это кусачками для металла, и убираем всю мешковину. Всегда посадку я делаю или в уровень с существующим грунтом, или чуть-чуть завышая, буквально на 2-3 сантиметра. Все. То есть самое главное это не заглубить. Вот. Естественно мы заранее подготовили всю вот эту территорию, да, под посадку, и она у нас уже полностью спланирована. Вот. И дальше у нас уже продолжается живая изгородь, дальше вот так вдоль она пойдет с забора. То есть у нас вот так полностью по концепции живая изгородь вплоть до окончания газона. Вот посадочка идет, работа продолжается, идет подготовка, выкопка посадочных ям, дальнейшая посадка. А вот сейчас обратите внимание, когда уже получается красота, вот она, видите, здесь уже, я думаю, что это и будет еще местом игр детей. То есть у заказчика дети маленькие, я думаю, они здесь будут играть. Раскрою маленький секретик. Значит у нас предстоит в этом году и третий ярус посадки. Это у нас будет кизильник блестящий. Вот так. Вот здесь он будет посажен. Кизильник блестящий. Почему мы использовали кизильник блестящий, а например там не барбарис или еще что-то? Так как этот проект у нас на реконструкции, то есть его сделала другая компания, а мы его переделываем. Здесь, потому что стояли голубые елки вообще вот так в ряд. Кизильник было принято решение не удалять с участка, а он соответственно будет высажен здесь уже в третий ярус. Так, техпроходы. Для того, чтобы мастер топиарного искусства спокойно мог подойти и к первому ярусу, и ко второму, и к третьему ярусу, нужно организовать техпроходы. Мое глубокое убеждение, в нашей профессии достигает успеха тот, кто получает огромнейшее удовольствие от своей работы. А соответственно с качественным, грамотным техническим проходом мы будем получать неимоверное удовольствие от своей работы. И завершающий этап всей посадки, это растянута капельная трубка, подведен капельный полив, он полностью весь смонтирован. И наши деревья, ой наши кустарники будут уже проливаться, да и деревья тоже. Вот видите, как у нас капля вся растянута. Эмиттеры это вот эти. Вот они у нас, например, на липах мы уже проливали с прошлого года. Вот так капельная система у нас все полностью установлена, все протянуто. И также сразу смонтирована капельная система у нас для третьего яруса нашей живой изгороди из кизильника. Вот она, все полностью идет. Вот я считаю, вот это завершающий этап посадки, это когда подведена капля к зеленому насаждению. Потому что, как мы знаем, в первый год зеленому насаждению свежепосаженному нужно две основные вещи. Это инсоляция, это вода. Вот в таком виде мы сдаем объект сегодняшним днем. То есть вся уборка сделана, все вылизано, все вычищено. И вот у нас готово все уже к следующему дню. Я настоятельно рекомендую вам всегда весь большой процесс. А для меня все-таки это был сложный процесс, и он продолжает быть сложным. Это работа вот с этими шпалерами, с этой живой изгородью. Разбивать на процессы, на маленькие. Сегодня у нас продолжаются работы по созданию живой изгороди из боярышника селеволисного. Сегодня фронт работ такой, что первое надо было установить капельницы Rain Bird. Вот на полив 7,6 литров, они уже установлены с утра. Вот так выглядит капельницы. Вот они, капельную трубку вчера притянули. Второе, это разукрытие боярышником. Мы сняли весь полиэтилен. Третье, это мы сносим сейчас высоту на метр шестьдесят. То есть у нас изначально материал приехал 2-2,5 метра. Сейчас мы зарезаем все с помощью мерного бамбука высоту на метр шестьдесят. И дальше мы начнем уже работать по плоскостям. То есть мы будем застригать на трапецию вот эту плоскость со стороны участка и плоскость у нас со стороны забора. Вот так как верх нарастает всегда сильнее, чем вниз. Вот, работа у нас двигается. Потом, сегодня же происходит процесс мульчирования мест посадки корой. Вот, здесь вот только что произошло разукрытие. Сняли материал весь, вот полиэтилен. Это была произведена упаковка в питомнике. Ярус перед отправкой посадочного материала на нас. Здесь также уже тоже вчера была проведена капельная трубка. А сейчас уже установлены капельницы. Объем 7,6 литра фирмы Rainbird. Вот они, вот так выглядит. Вот, сейчас здесь будет небольшая произведена уборка. И дальше уже засыпка коры. Также и здесь у нас планируется застричь на трапецию плоскость. И плоскость со стороны забора. И мы застрижем вот эту же плоскость со стороны уже участка на трапецию. Вот сейчас первый произошел этап по формировке живой изгороди из Бояршника с Леволисного. Мы сняли высоту метр шестьдесят. То есть у нас сейчас высота Бояршника метр шестьдесят. Сняли высоту на метр шестьдесят. Изначально посадочный материал к нам пришел два-два с половиной метра. В основном он два с половиной метра. Из питомника крупномеров Ярус. Вот такой хороший посадочный материал. Бояршник с Леволисной. Вот. И сейчас мы уже все подсняли высоту. И у нас сейчас высота Бояршника стала метр шестьдесят. Процесс обрезки на трапецию аккумуляторным кусторезом Штиль ТСА-86. Выглядит примерно так. Сейчас идет грубая обрезка, а потом уже будет детальная обрезка производиться секатором. Толстые ветки вырезаем просто секатором, уже который не берет у нас кусторез. Но вот сейчас уже заметно хорошо стала видна плоскость. Вот она наша плоскость. И сейчас тонкая работа уже предстоит у нас секатором и с одновыми ножницами Акатсуны. Естественно, все мы вымеряем вплоть до одного миллиметра. Я очень люблю точность. Поэтому у нас на участках всегда присутствует бамбук, где мы его представляем. И начинаем работать уже по трапециям. Вот смотрите, если вот эту веточку так убрать, мы видим, что у нас уже вырисовывается трапеция. Как мы видим, исходя из работ, сейчас проводимых по данной жилой изгороди, нельзя обойтись каким-то одним инструментом. Практически участвует вся линейка инструментов. У нас и аккумуляторная, и ручная, ручной японский инструмент от Кадама Туц и аккумуляторная техника Штиль. Все участвует в работе. Так, я достаю свою барсетку с инструментом. Инструмента много не бывает. А точнее, инструмента всегда должно быть много. Разберем. Мой инструмент, что я использовал при работе с... Ну и использовал при работе со шпалерами. Первое, это вот такая пила силки Цуруги. Вот она. Таких у меня две штуки. Пила уникальная. Очень хорошая, незаменимая вещь в производстве. Это первое. Второе. Я люблю два секатора. Это первая Акацуна. 200-й. Размер вот такой. Отличный секатор. Вот он, видите? Все чистенько, все смазано. Это первое. Это все. Я вам сейчас показываю весь инструмент. Все, с чем я работал как раз по живой изгороди. И вообще, что я применяю в своей практике. И второе, это Хана Кумагава. Это ручная работа. Я, кстати, этот секатор купил прямо на заводе в Японии. На самом заводе у кузнецов Хана Кумагава. В 2018 году, когда я был в Японии, я посетил этот заводик. И купил там вот такой секатор. Так, третье. Вот такая, кстати, пила. Покетбой. Очень хороша, когда работаешь на высоте. Когда надо что-то быстренько отпилить, что-то сделать. Вот так она раскладывается. Она, кстати, у меня практически всегда висит на поясе. Вот видите, такой карабинчик. Кстати, дамам очень рекомендую. Очень легко с ней работать. Потом что? Вот, для узких мест, для узких мест, вот такие ножницы. Видите? Вот такие вот я использую. Очень хорошая вещь. Я ими работал и со шпалерой. Ими я работаю по соснам, по хвойным. Незаменимая вещь. Кстати, вот такую пилу рекомендую. Это пила Камтара. Дамтара. Вот такая, с двумя, видите, режущими поверхностями. То есть очень удобно. Например, если надо что-то снизу подпилить. Очень хорошая. И вот такие у меня есть ножницы. Это в основном я работаю по топиарке. Когда надо что-то, шарик какой-то подровнять. По соснам поработать. По невакам поработать. Это тоже ханакумага. Потом заточка. Я ей уделяю всегда очень внимание. Это вот у меня камни есть такие. Это у меня Петроград камень тысячный. А это акатсуна японский. Потом я использую обязательно для смазки всего инструмента вот такое масло камели. Это у меня использовал такой японский ремень. Сегодня 19 апреля. У нас сегодня Пасха праздник 2020 года. Наша шпалера. И вот у нас просыпаются почечки. Вот они пошли уже потихонечку. Вот почечка. Вот какая. Вот маленькая очень почечка. Сейчас покажу. Вот она. И вот такая сейчас ситуация уже на шпалере. Почки пошли в рост. Все набухают. Вот. Вот обрезочка была как раз над почкой для того, чтобы как раз вот эта почка у нас не проснулась. Вот она проснулась и сейчас тортанет. Вот как раз обрезка над почкой. И вот так по всей шпалере. И вот так по всей шпалере. Почки все видны. Вот такая ситуация у нас по всей шпалере. У шпалера уже сделали, сняли полностью всю металлическую сетку по плоскости кома, который приехал у нас в прошлом году. Мульчирование полностью все корой. Ну капельный полив уже был подведен. Только проверили эмиттеры, чтобы они работали. Кабельный полив мы уже запустили. Вот она уже работает. Все. Вот такая у нас шпалера. Вот они. Япония! В Японии я вернулся абсолютно другим человеком. Сегодня у нас 18 мая. Вот такое зрелище представляет наша шпалера. Все идет очень даже хорошо. Почки просыпаются. Лист распускается. Сейчас у нас уже ситуация вот такая стала по шпалере. Здесь у нас вот распустился второй ярус. Это бояршник сливолистный. Естественно, распустился уже кизильник блестящий, третий ярус. Но сейчас у нас уже вот так вот листик распустился. Бирочки Челси Гарден висят. Спящие почки просыпаются. Листик. Скоро у нас подкормка уже у нас была. Акварин номер 5 мы вносили. По формуле рабочего раствора 4 грамма на литр. И подавали согласно норм полива. Крестольные круги все у нас взрыхленные. Все нормально. Скоро опять будем очищать их от сорняков. Ну, довольно-таки неплохо идет процесс. Я думаю, что в этом году мы достигнем максимальных результатов с применением агротехники. Сегодня сделали обработку биопрепаратами, фунгицидами, инсектицидами от болезней от вредителей по нашей шпалере. Вот таким аккумуляторным опрыскателем Макита. Классная вещь. Еще заказана дополнительная штанга. Удлиним, чтобы можно было без японской лестницы производить качественную обработку. Погода сегодня отличная. Больше 20 градусов. Поэтому смело работаем биопрепаратами. Естественно, бак-восмейс у нас с добавлением прилипателя. Доброе утро. Сегодня 11 июня. Прекрасный солнечный день. Сегодня у нас в Казани тепло очень. И вот хотел вам показать, в каком состоянии у нас уже шпалерка. То есть наша концепция начинает воплощаться в жизнь. Это живая вот такая изгородь. Высокая трехъярусная. Живая изгородь из боярчика с леволистом. У нас так продолжается, чтобы нам скрыть этот заборчик. Очень интересно выглядит. Достойно, я бы даже сказал. То есть то, что мы решаем задачу, это сокрытие от взора соседей. Он с того окна. Она уже решается. Уже решена на полокна, можно сказать. Если вот так полокна. Вот так, конечно, чуть больше окна видно. Но ничего страшного. Всему свое время. Нужно только всему время. Такой вот газончик у нас. Газону 4 года. Поливаем мы его редко, но обильно. Это основной принцип нашей агротехники по таким газонам. Друзья, ну что, у нас сезон номер один нашей работы по шпалерами наконец-то закончен. Сезон номер один я имею в виду о выпуске вот этого ролика, который мы готовили долго. Контент опилили мы практически весь год. Очень много у нас было творческих споров. Очень много мы выпили чая. И, в общем-то говоря, я хочу показать вам продукт. Это шпалера. Кстати, по этой шпалере мы уже успели произвести две стрижки. Были две корректирующие стрижки для задания формы. Все это мы проводили кусторезами на штанге. Так что сейчас все увидите. И до встречи в сезоне номер два. Сезон номер два обещает быть жарким, так как мы будем уже работать над уплотнением, над агротехникой и прочее-прочее. У нас еще очень много планов по этой шпалере. А мы дождались хорошей погоды для записи этого ролика. Дождь, пасмурно, температура 15 градусов. Когда было прекрасно, мы долго спали, не встречались. Находили массу-массу отговорок для того, чтобы не встретиться. А когда дождались такой погоды, мы наконец-то пишемся. Так что... Продолжение следует... Продолжение следует...